Всем привет, я Дукат. В прошлом видео мы с вами сделали персонажика, анимировали его, научили бегать, прыгать, целиться и стрелять. Я сильно рекомендую перед просмотром этого видео посмотреть предыдущий ролик, ссылку на который я размещу в описании, а также в подсказке в верхнем правом углу. Это вторая часть, в которой мы научимся создавать одностороннюю платформу, заставим камеру двигаться за персонажем, создадим простенького врага, выход с уровня, а также ключ, который позволит нам выходить с уровня. Итак, у нас же с вами платформер, верно? Тогда давайте создадим платформу, просто дублируем нашу импровизированную землю и подгоняем ее по размеру, чтобы нам было удобно с ней в дальнейшем взаимодействовать. Не забываем подогнать коллайдер под физический размер, но если мы оставим все как есть, то наш персонаж не сможет запрыгивать на нее снизу, он будет биться головой. Нам это не подходит, поэтому мы удаляем компонент Box Collider и добавляем компонент Edge Collider 2D. Разница в том, что новый коллайдер представляет из себя всего лишь отрезок прямой, а не замкнутый геометрический примитив. Такой коллайдер можно делать какой угодно формы, но нам нужен всего лишь отрезок прямой. Вот тут есть две точки, между которыми сам коллайдер и строится. Настроим точки так, как нам надо, затем мы добавляем компонент Platform Effector 2D. Нашему новому коллайдеру мы поставим галочку в пункте Used by Effector. Это позволит компоненту Platform Effector влиять на коллайдер. И немедленно мы получаем результат, что персонаж без особого труда может запрыгнуть на платформу из-под нее. Платформу вот только надо бы разместить так, чтобы высоты прыжка хватало. Но, как вы видите, герой может цепляться за угол платформы. Чтобы такого не происходило, нужно чуть-чуть уменьшить угол, в котором действует правило платформы. Не 180 градусов, а, например, 160. Я перекрашу нашу одностороннюю платформу в другой цвет, чтобы они немного отличались от твердой земли. Ну и переименуем ее соответствующим. Отлично! У нас есть односторонняя платформа. Теперь не мешал бы сделать так, чтобы камера следовала за нашим персонажем. Я создам новый геймобджект, назову его Camera Holder, сброшу его позицию на 0 и запихну внутрь него нашу камеру. Нашему объекту Camera Holder мы добавим новый FSM и скажем ей, что она должна следовать за игроком. Чтобы камера знала, где находится игрок, мы создадим новую глобальную переменную, в которую будем запихивать игрока при старте игры. Для этого в каком-нибудь FSM, например, Movement, мы в состоянии Setup добавим действие Get Owner. И скажем ему, чтобы оно складывало владельца этого FSM в глобальную переменную Player. Готово! Теперь в том самом FSM, который висит на Camera Holder, мы в состоянии Follow Player добавим действие Smooth Follow Action. Скажем ему, что наш Target Object это глобальный игрок. Дистанция 10, высота 0, затухание по высоте 0, затухание по Rotation 0. Проверяем и понимаем, что прицел наш почему-то далековато от мыши. Что случилось? А случилось то, что камера у нас получилась очень ленивая и не хочет перемещаться, но хочет только вращаться. Не забываем, что у нас в Unity двухмерное пространство только номинально. Фактически мы всегда работаем с трехмерным пространством. Камера, в общем, ведет себя не так, как мы планировали. Исправить это можно, зафиксировав ее Rotation. Так мы и поступим. Добавляем в наше состояние действие Set Rotation. Говорим ему, чтобы он делал вращение камеры во всех осях по нулям. Пространство, относительно которого это должно происходить, ставим Self. И не забываем про галочку Every Frame. Проверяем и видим, что камера теперь двигается за игроком только по оси X. Не мешало бы, чтобы она еще и следила за ним по оси Y. Для этого в действии Smooth Follow Action мы введем значение High Dumping на 10. Проверяем и все работает почти идеально. Этого достаточно для наших целей. Стоит упомянуть, что такая камера является костылем. И по уму надо бы все сделать по-другому. Но это, наверное, уже в другом уроке. А пока меня все устраивает. Теперь нам нужен враг, с которым мы будем сражаться. Будем делать его на основе нашего же персонажа. Просто продурблируем героя и обзовем его Enemy. И перекрасим все его спрайты в, скажем, красный цвет. Как хитро и оригинально, не правда ли? Сразу же заходим в FSM Тернинг и меняем ему условия поворота. То есть, вместо того, чтобы следить за курсором, пусть следит за игроком. Вместо глобальной переменной курсор ставим глобальную переменную плеера. Вот так. Даже переменные ему переименовывать не буду, чтоб не запутаться. Проверяем. Отлично. Вражина теперь повернут в нашу сторону. Но, тем не менее, все еще целится в курсор. Сейчас мы ему это дело исправим. Но перед этим уберем FSM Jumping и Movement из стека его компонентов, чтобы он не дублировал наши перемещения. Далее заходим в FSM Aiming. И также в действии Get Position меняем глобальную переменную курсора на глобальную переменную игрока. Запускаем и враг смотрит на игрока. Как и планировалось. Теперь, чтобы игрок не толкал врага, нужно добавить врагу свой собственный слой, чтобы затем настроить это дело в настройках физики. Добавляем слой Enemy и не забываем назначить врагу этот слой. А то у меня такое бывает. Затем идем во вкладку Edit Project Settings Physics 2D. На пересечении слойов Player и Enemy убираем галочки. Проверяем. Работает. Теперь игрок без проблем проходит сквозь игрока. Но наш враг стреляет одновременно с героем. Сейчас мы это дело поправим. Заходим в FSM Shooting нашего противника. И все, что связано с нажатием на кнопку огня, удаляем. Это касается целого состояния Check и действия Get Button Down в состоянии Listener. Кстати, совершенно не бойтесь редактировать одинаковые FSM у разных объектов. Если это не префабы, конечно. И не шаблоны FSM, которые будут действовать подобно прикрепленным к объектам скриптам на C-Sharp. Плеймейкер считает, что у каждого индивидуального объекта свой индивидуальный FSM. Поэтому, если вы создадите два разных префаба врага, например, и станете редактировать FSM в одном из них, во втором изменений не будет. Такие дела. Что ж, продолжаем. Нашему противнику нужно знать, когда стрелять. Для этого добавим ему детектор игрока. Создадим новый GameObject, в который добавим компонент Circle Collider 2D. Увеличим радиус коллайдера до 4-х и обязательно поставим ему галочку «Из триггер». Тогда коллайдер станет работать как триггер. Возвращаемся в FSM Shooting и в состоянии Listener добавляем действие Trigger 2D Event, в котором мы говорим, что если глобальный игрок входит в триггер, то нужно перейти по событию Fire. Происходит состояние стрельбы, потом FSM уходит на таймер и после таймера закольцуем на стрельбу. Но в состоянии стрельбы, после всех действий мы будем проверять, не ушел ли игрок из нашего триггера. Для этого скопируем Trigger 2D Event и в параметре Trigger поставим значение OnTriggerExit2D. Если такое случилось, переходим по событию StopFire в Listener. Давайте проверим. И нифига не происходит. А знаете почему? Потому что мы ранее сказали, чтобы слой врага не пересекался со слоем игрока. Если мы поставим нашему радару дефолтный слой, все начнет работать. Проверяем. Враг стрельнул один раз. Чтобы все работало нормально, мы сделаем следующее. Скопируем еще раз действие Trigger2D Event. На этот раз в значении Trigger выберем пункт OnTriggerState2D. И событием ему назначим Fire. Это значит, что если игрок остается в триггере радара, значит враг будет стрелять дальше. Событие Fire у нас пусть ведет в таймер. Проверяем. Все работает идеально. Если вы заметили, наш парень постоянно стоит в раскоряку. Это потому, что у него должен быть свой контроллер анимации. Пока что у него контроллер игрока. Для этого создаем новую папку для анимации врага и создаем там новенький анимейшн контроллер. Затем перетаскиваем наш новенький анимейшн контроллер в компонент аниматор. Открываем вкладку аниматора, перетаскиваем в его поле анимацию игрока Айдол. Пусть враг постоянно стоит в этой анимации. Проверяем. Все прекрасно. Теперь неплохо бы добавить нашему врагу здоровье и возможность помереть. Добавляем ему FSM под именем Health. И первым же состоянием, куда уходит сетап, пусть будет состояние Айдол. Далее мы рядом создаем состояние Damage. Переходим во вкладку Events и создаем там вручную новое событие Damage. Вот тут опять не влезло у меня. Если рядом с событием поставить галочку, это будет означать, что это глобальное событие. И к нему можно будет запросто обращаться извне. Затем тыкаем на нашем состоянии правой кнопкой мыши. И в пункте Add Global Transition выбираем событие Damage. Далее заходим во вкладку Variables. И добавляем вручную переменную Health. Пусть она будет переменной с плавающей точкой. В простонародье Float. Делаем ее доступной из инспектора и вводим значение здоровья вручную. Запрыгиваем обратно в состояние Damage и добавляем ему действие Float Operator. В поле первой переменной ставим нашу переменную Health. В поле второй переменной ставим новую переменную Damage Received. В значении параметра Operation выбираем Substract, то бишь вычитание. Затем переходим по событию Finished в новое состояние, которое мы назовем Check. Здесь мы будем сравнивать здоровье противника с нулем. Добавляем действие Float Compare. И на место первой переменной ставим наше с вами здоровье. Вторая переменная остается нулем. Если переменные равны, стреляем событие Die. Если здоровье меньше нуля, то событие Die. Если здоровье больше нуля, то все в порядке и мы будем стрелять событие ОК. Добавляем нашему состоянию эти события и уводим событие ОК в состояние Idle. А вот событие Die уводим в новое состояние, которое я назову Die. Сделаю его красненьким для наглядности. Внутри этого состояния просто добавляем действие Destroy Self, чтобы враг самоуничтожался при исчерпании здоровья. Реорганизую состояние в FSM для большей красоты и наглядности. Готово. Теперь нам надо как-то посылать врагу смерть. Выбираем префаб пули и идем в его единственный FSM Movement. Теперь оно будет не только лететь вперед и ждать 3 секунды, чтобы покончить с собой, но и непрерывно рейкастить вперед в поисках подходящей цели. Добавляем действие Raycast 2D. Direction пусть будет 1 по X, дистанция 1. Как только рейкаст задевает кого-то, мы будем стрелять в событие Hit. Чтобы отправлять смерть врагу, нужно сначала сохранить его в отдельную переменную. В параметр Store Hit Object вводим новую переменную Hitted Object. Чтобы пули реагировали только на врагов, добавляем 1 слой маски рейкаста и выбираем слой Enemy. По событию Hit мы переходим в новое состояние Do Damage, в котором нам предстоит отправлять событие Damage в FSM врага, а также задавать ему переменную урона, которую он получил. Для этого добавляем действие Set FSM Float и Send Event. В действии Send Event выбираем цель GameObject FSM, выбираем объект, отличный от хозяина этой FSM, выбираем нашу переменную Hitted Object. FSM Name у нас Health, а отправляем мы ему глобальное событие, которое называется Damage. То же самое с действием Set FSM Float, объект, к которому отправляем данные Hitted Object, имя FSM Health, имя переменной Damage Received. А значением пусть станет новая переменная Damage, которую мы затем сделаем видимой из инспектора и введем вручную. Затем после всех действий пусть состояние Do Damage уходит по событию Finished в состояние Destroy. Пуля сделала свое темное дело и в ней мы больше не нуждаемся. Проверяем и нифига не работает все как обычно, где-то мы накосячили, а накосячили мы в FSM здоровье врага. Мы не сохраняем результат вычитания дамага и здоровья. Как только мы в состоянии Damage назначим параметру Store Result переменную Health, все сразу же станет работать как надо. Проверяем, так и есть. Отлично, враг получает урон и самоуничтожается в конце. Теперь мы хотим, чтобы наш персонаж также получал урон от противника. Для этого мы скопируем FSM Health прямо к нашему персонажу. Открываем. В принципе все абсолютно то же самое. Есть здоровье, есть полученный дамаг, есть смерть. Просто введем побольше здоровья и готово. Теперь мы создадим дубликат нашей пули и назначим ее для врага. Перекрасим ее в синенький цвет и зайдем внутрь ее FSM. Внутри в состоянии Movement заменим слой Adamy на слой Player. Готово. Конечно же важно не забыть дать врагу именно наши новые пули, а не те, которыми он стрелял ранее. Проверяем и все работает отлично. Для того, чтобы иметь графическое представление о том, сколько у нас здоровья, создадим новый Canvas. Внутри создадим новый GameObject, который я назову InGame. Он будет содержать все, что нам нужно отображать во время игры. Но тут мы выберем вариант, чтобы этот объект был растянут на весь Canvas. Внутрь нашего объекта запихнем новый GameObject, который я назову Health. Внутри него я создаю текстовый объект, который будет отображать циферное значение здоровья игрока. Настраиваем параметры текстового объекта так, как нам надо. Делаем жирненьким и красненьким, чтобы было хорошо видно. Пристыковываем к верхнему левому углу. Для того, чтобы этот текст отображал нам значение здоровья игрока, мы сделаем его глобальной переменной. В окне глобальных переменной создадим новую переменную Health. Пусть это будет Float. Чтобы без проблем заменить локальную переменную Health на глобальную, мы переименуем локальную в Health 1, например. Чтобы просто не запутаться. И тогда в FSM Health в состоянии Damage мы заменим локальную переменную на глобальную. В состоянии Check поступим точно так же. Когда счетчик использования переменной Health 1 превратится в ноль, ее можно будет спокойно удалить. Теперь мы работаем с глобальной переменной. Так вот, для того, чтобы счетчик здоровья показывал нам количество хитпоинтов, мы должны повесить на него новую FSM. Так ее и назовем Health. Чтобы получить из переменной Float что-то, что мы можем записать в качестве текста, нужно ее сконвертировать в переменную формата string. В первом активном состоянии, которое я назову SetHealthAmount, мы добавим действие ConvertFloatToString. В значении Float мы выберем наше глобальное здоровье. В значении String мы добавим новую переменную HealthAmount. Формат трогать не будем, это нам ни к чему. Не забываем отметить галочку каждый кадр. Если что, потом будет чего оптимизировать. Далее мы добавляем действие UITextSetText. В значении GameObject добавим новую переменную Text. В значении Text выберем нашу свежую переменную HealthAmount. Каждый кадр. Сделаем переменную Text открытой для редактирования из инспектора и запихнем туда наш екст с текстом. Проверяем, все работает отлично. Здоровье отнимается и мы видим его значение там, где и должны его видеть. Окей. Далее нам нужна цель. Выход с уровня. Делаем. Продублируем односторонние платформы так, чтобы получилась лесенка. Ну, чисто для красоты. Для организованности я создам новый GameObject, который назову Level. И запихаю в него все, что относится к структуре уровня, чтобы в иерархии не царил беспорядок. Да, кстати, я забыл изменить платформам Collider. Сейчас он сильно отличается от их физических размеров. Быстренько исправляем ситуацию. Теперь создаем новый GameObject, который будет отвечать у нас за выход с уровня. Добавим в него спрайт. Наш любимый прямоугольный спрайт. Сделаем из него некое подобие двери, чисто для наглядности. Не забываем добавить ему Collider, который нужно сделать триггером. Тут же добавляем нашему выходу FSM с названием LevelExit. В первом активном состоянии мы будем ждать игрока в нашей цепке лапы. Состояние по традиции назовем Listener и добавим в него действие Trigger 2D Event. Говорим ему, что когда в триггер объекта входит нечто с тегом плеера, мы стреляем в событие LevelExit. По этому событию мы уходим в состояние Restart Level, в которое и добавим действие Restart Level. Все, проверяем, доходим до выхода, уровень перезапускается. Ура! Можно даже немного подкорректовать коллайдер выхода, чтобы он больше соответствовал внешнему виду объекта. Вооот. Ну, какой тогда интерес убивать врага? Правильно, никакого. Поэтому мы добавим в нашу сцену ключ от выхода с уровня, который и сдадим нашему противнику под охрану. Добавляем новый GameObject для ключа. Добавим на Усправе все тот же самый квадратик, например. Просто перекрасим его в яркий цвет. Ну и размеры зададим, чтобы его было видно. Вот такая вот ключ-карта получилась. Берем ее и кладем за врага. Чтобы игрок смог с ней взаимодействовать, добавим к карте коллайдер, отредактируем и, конечно же, поставим галочку «Из триггер». Добавим к ключу новый FSM, в активном состоянии которого мы повторим все то же самое, что и с дверью на выход. Будем ждать игрока, кто забыл в действии Trigger 2D Event. Объект с тегом player заходит в триггер и вызывает событие GetKey. По нему мы переходим в состояние GetKey, в котором мы и будем подбирать этот ключ. Это можно сделать по-разному, но мы будем делать по-простому. Просто введем переменную Bull, которая будет говорить, что есть у нас ключ или нет. Добавляем действие SetBullValue. Внутри задаем новую глобальную булку под именем HaveKey. Ставим галочку BullValue, что означает, что значение этой переменной мы переключаем в положение True. А в самом первом состоянии Setup мы зададим этой переменной значение False, просто скопировав действие и убрав там галочку. Далее тыкаем с зажатым контролом на состояние GetKey. Получаем автоматически событие Finish и уходим по нему в новое состояние, в котором будем уничтожать наш ключ. Мы же его уже подняли, верно? Назовем состояние Destroy и добавим в него действие DestroySelf. Ну а теперь же выход с уровня должен как-то узнать, что у нас изменились правила и игрока без ключа не нужно пускать. Залезаем в его FSM и добавляем новое состояние CheckKey. Ну и событие, которое выводит нас из состояния Listener, хорошо бы переименовать, чтобы не путаться. Я его так и назову Check. В состоянии CheckKey мы будем проверять, есть ли у игрока ключ. Добавляем в него действие BullTest и говорим ему, что тестить надо нашу глобальную переменную HaveKey. И если значение этой булки True, стрелять в событие LevelExit. Ну а если значение этой переменной False, то извините, приходите, когда ключик будет при вас. Стреляем в событие Finished. Как вы догадались, событие Finished уводим обратно в Listener. А событие LevelExit правильно в состоянии Restart Level. Ах да, чтобы FSM не сходил с ума каждый раз, сделаем ему небольшой таймер, который будет ждать 0.1 секунду, прежде чем возвращаться в состояние Listener. И в итоге мы получаем что? Игрок подходит к двери, но его не пускают. Мы идем к врагу, проводим потрясающую сложную перестрелку, забираем ключ и теперь выход с уровня нас выпускает. Вуаля, волшебство случилось. Почти полноценная игра, осталось наклепать уровни, добавить графона и можно на Steam ее. Ну а если серьезно, то я очень рад, что вы тепло встретили данное видео. Я даже не ожидал такой реакции. Судя по собранному фидбэку, надо было сначала провести небольшой ликбез по плеймейкеру, рассказать о базовых вещах, прежде чем кидаться с места в карьер. В следующий раз так и поступим. Разберем базовые принципы плеймейкер на каких-то простых вещах. А данное видео вышло при поддержке моих крутых товарищей из Патреона. Спасибо парни, вы просто бесценны. А если вы также хотели бы поддержать выход подобных видео, в описании к этому ролику есть все необходимые для этого данные. Не забывайте подписываться на канал, вступать в группу вконтакте и все такое прочее. Играйте и разрабатывайте только хорошие игры. С вами был Дмитрий, всем пока-пока.